Что такое должно произойти, чтобы обычному коту поставили памятник в центре города? Считается, что коты не обладают преданностью, как собаки, например. Что они самовлюбленные, ленивые и наглые? Наш сегодняшний герой доказал, что кошки преданы своим хозяевам не меньше, чем собаки. Эта история началась 2 октября 1985 года, когда глава семейства Синишиных, возвращаясь с работы, нашел в своем подъезде крошечного сиамского котенка, которого кто-то из соседей просто выбросил. Николай Васильевич забрал котенка к себе домой, где уже жил пес по кличке Тимофей. Малышу дали имя Семен. Он быстро очаровал все семейство Синишиных и даже с Тимофеем завел дружбу. Однажды случилась трагедия. Тимофей ходил провожать хозяина до работы, но на обратном пути собаку сбил автобус. Все были ужасно расстроены из-за гибели Тимофея, но больше всего горевал Семен. Он несколько дней ничего не ел, сидел возле двери, кричал и жалобно звал Тимофея. Он ждал, что сейчас его друг вернется. Вопросительно смотрел своими чудесными голубыми глазами и не понимал, почему собака не возвращается. Через несколько дней семья собралась на отдых в Крым, в гости к родственникам. Семена было решено взять с собой в долгое путешествие. Дорога домой в Мурманск была очень долгой и утомительной. В Москве Синишины немного заблудились и несколько раз останавливались, чтобы узнать дорогу. Плутая, они все же смогли выехать на нужную дорогу и только тогда вспомнили про кота. Семейство обратило внимание, что Семен, который еще недавно активно мяукал, вдруг притих. В какой момент пропал Семен, никто не мог ответить с точностью. Возможно, в одном из дворов, в которые они проезжали, он выпрыгнул в окно. Но, не зная местности, найти его Синишины так и не смогли. Как бы тяжело им не было, пришлось ехать дальше. Все были очень расстроены. Долгое время в машине царила тишина. Было очень жаль кота, но найти его в Москве просто невозможно. Поэтому Синишинам пришлось найти в себе силы смириться еще с одной горькой потерей. С того времени прошло шесть с половиной лет. Николай Васильевич утешал себя тем, что их любимец остался в Москве. Он надеялся, что Семен попал в добрые руки и жизнь его стала лучше прежней. Семена в семье часто вспоминали. И вот в феврале 1994 года в квартиру Синишиных позвонила соседка и загадочно улыбаясь сообщила, что пришла не одна. В руках у нее был страшно худой облезлый кот. Пальцы его были сильно обморожены. И на них совсем не было когтей. По светлым пятам на шерсти и темным ушам хозяйка квартиры поняла, что это сиамский кот. Его почти невозможно было узнать. Настолько он изранен. Но Алифтина Михайловна догадалась, кто вернулся домой. Это же Семен! За шесть половины лет он добрался из Москвы в Мурманск. Преодолел более двух тысяч километров. Все-таки нашел свой родной дом. Даже трудно представить, что Семен пережил в пути. Сколько раз он был на грани гибели. Все были безумно рады возвращения любимого кота. Рассказывали об этом чудесном возвращении друзьям и знакомым. История воссоединения Семена и его хозяев оказалась настолько необычной, что мгновенно распространилась и дальше. Вскоре в семье Синишных побывали корреспонденты Мурманского Вестника и Комсомольской Правды. Семена показывали по центральному телевидению в программе «В мире животных». И даже сняли про него фильм «История любви». Чудеса действительно происходят. Эта история закончилась счастливым воссоединением верного кота и его хозяев спустя шесть с половиной лет. За свою героическую смелость, любовь и преданность семье, в которой он жил, кот Семен был удостоен большой чести. В память о нем в Мурманске был открыт памятник, как напоминание о чистой и искренней любви домашних питомцев к своим хозяевам, которые, несмотря ни на что, преодолевают любые расстояния. Продолжение следует...